КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ С виду скромна, но украсит альбом первая марка с российским гербом. Марки земские, скромные, местные, в прошлом мало кому интересные, но сегодня в глазах знатока их цена и краса велика. КОРОЛЕВА ВИКТОРИЯ Уникальную коллекцию редчайших земских марок собрал ювелир его императорского величества, имевший право включать в свой фирменный знак российский герб Агафон Фаберже. Получая огромную корреспонденцию, Фаберже смог накопить большое количество марок. До революции земская почта существовала наряду с государственной. Земские почтальоны связывали большие города с российской глубинкой. Земских марок сохранилось мало, и поэтому они очень ценятся. Некоторые из них существуют в одном или двух экземплярах. Сейчас коллекция Агафона Фаберже находится в Финляндии. Взрослый жаждет новостей. Мальчик ждет подарка. Значит, взрослому письмо, а мальчишке Марка. Береги украшения альбомных страниц. Но важнее всего уберечь этих птиц. Как прекрасна эта пара птичья. Грусть и радость, скромность и величие. Скучно людям жить без лебедей. Трудно лебедю среди людей. Как сберечь семейный свой покой В грохоте и в спешке городской. Эту кладку не раздавят, не съедят. В инкубаторе разводят лебедят. Лебедь это и гадкий утенок Андерсона, и стихи Пушкина, и Ахматовой, и музыка Чайковского, и Сенсанса. Это не только чудо природы, но и культуры. Марка, Марка, ты мала, Но соборов купола. Терема, дворцы и парки Умещаются на Марке. Этот мир русской старины За околицей села Нижняя Санечиха Воссоздал землеустроитель Иван Данилович Самойлов. Санечиха Ах academicaller Иван Данилович самая Иван Данилович самая Фонарки Теремеская Иван Данилович самая Прикрытие Untersл ravине Терем Hui Субтитры создавал DimaTorzok Человек объездил весь Урал, красоту по крохам собирал, где по крохам, где и по бревну собирал родную старину, возрождал и строил 30 лет тот, чего давно на свете нет. И опять родная старина, улыбаясь, смотрит из окна. И стряхнув с себя забвенье пыли, стала сказкой дедовская быль, и сложна, и с виду так проста, весела по-детски красота. И в 10 лет, и в 7, и в 5 все люди любят рисовать. И каждый смело нарисует все, что его интересует. Мечту и явь, и то, и сё, детей интересует всё. Рисунок детский, свежий, яркий, достоин стать почтовой маркой. Январский снег наряднее всех. Январский лёд сиянье льёт. Прозрачный, прочный и цветной, блестит под солнцем, под луной. И каждый из январских дней чуть-чуть, но прежнего длинней. И так пригоден для перов и встреч любой из вечеров. Темой новых марок, нарисованных детьми, скоро станет этот волшебный ледяной город. Эту красоту нельзя сберечь. До свидания, лёд, до новых встреч.